И начинается и SilverName против MissKingKing уже в эфире на ваших экранах. Неудачная для Владислава уже умирает у него БХ, самое худшее расположение, только Акс в этой колоде бесплатно забирает БХ без шансов и новый код. Новый код О2729. О2729, на английском языке естественно. Вот. Так что давайте посмотрим. Что получится здесь делать? Тут же у нас SirenFog Goldmine заходит в ответ также, Арифон Голдмайн. Удачный заход в этой игре у Владислава, потому что есть два марша сейчас. Учитывая, что у него 5 черных героев, он точно не сможет разыграть крошлайново. Главное понять, на какой линии их выставить, и все будет неплохо. Здесь опять у нас ситуация некомфортная. Фантом Ассасин напротив Тинкера. Тинкер при этом погибает, а вот фантомка выживет. Так что давайте смотреться. Будет как в ХС с гоблинами и гномами. Может быть, про будущее сложно сказать. Но по текущему положению уже есть некоторые надежды на неплохое развитие событий. Так что поживем и увидим, друзья. Рано делать выводы. Просто нужно подождать. И что же здесь? Двух героев забрали. Опять ситуация некомфортная. Уже третий герой. Четвертый герой. Все правильно. Выходит от Мисс Кинг Кинг. И она уже начинает перехватывать здесь все три борда вообще. Сорла отправляется, к сожалению, очень неудачно. Там есть какие-то процентный шанс умереть Токса. И она встает против Токса. Конечно, размен это неплохо с Аксом. Если зайдет трек, то для Владислава ситуация хорошая. Но если трек не зайдет, ганг и ассасинейт. Да. Не пошло. Можно надеть Тереволт в Клок и гантнуть кого-нибудь. Там Джанады пока еще нету. Можно убить БХ. Или кто стоит напротив? Можно убить Легиона. Нет. У Легиона есть какой-то урон? Он получил уже? Нет. Легионка только вышла сейчас от Мисс Кинг Кинг. Поэтому она полностью здоровья. И у нее 9 суммарно. Поэтому не проведет. Но вот убить БХ можно. Да. Стоит убить БХ. Хотя теперь уже нет. Теперь уже нет. Одевается Клок также и на Акса. И в итоге убийство приведет к тому, что размен неблагоприятным будет для Севернейма. Поэтому здесь нужно подождаться. Хороший. Хороший вариант. Плюс 4 урона. Нечем заблокировать. А, есть Мерсеналь Экзайл. Есть Мерсеналь Экзайл. Тут самый крип. 12 золотых есть уже. Но тратить меньше. Блин, а придется тратить? Нет. Придется тратить. Потому что иначе Акзайл разменяет смертно Акзайл. И несмотря на то, что Акзайл 104 мана, а этот крип 3. Этот крип важнее. Поэтому само собой тратится золото в него. И умирает Акзайл. И умирает Акзайл. 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 Ее можно применять каждый ход. Так что. Ситуация интересная. Здесь ганг у нас пошел в бой. Сразу же в размен с Баунти Хантером. Сработано. И теперь Фантомка может убить двух героев суммарно. Что очень и очень неплохо. Пять золота тринадцать. Плюс крип четырнадцать. Надо искать пейдей. Надо пожадничать. Нужно пожадничать и найти пейдей. Проблема с черной колодой. Нет добора карт. Ни одной карты нету на то, чтобы брать карту. По факту черная. Есть смеш-дефенс здесь, да. Это у Мискуку уже. Да, это уже Мискуку. И... Находит Стоунхололит, кстати. Тоже неплохой юнит достаточно. И в итоге... Можно бы этого где-нибудь... Вдобавить. На первую линию? Нет, придется только на первую. На первую уже есть Мискукс на Алиэкзайл. Да. Но сейчас и куда у нас. Да, ну долго. Долго будет выходить красный герой. Поэтому не скоро мы Стоунхололит это видим. Здесь же тоже линия неприятная. Слушай, как бы ты думаешь, имеет ли смысл убивать Сорлу на первой? Спасти Акса и заодно заставить противника разыграть еще героя на первую линию? С одной стороны, это поможет тебе на первую линию довольно-таки сильно. Но с другой, ты подаришь золото, которое так необходимое. Это моно-блэк колоди. Поэтому решает не использовать ганг у нас в Мискуку. Да, здесь пока рановато. Все-таки это... Сейчас может подарить преимущество наоборот. Но с другой стороны, сейчас просто если марш-машина откинется на третий лайн, то фантомка погибнет ни за что. Ну, 6 урона по вышке. Было нанесено и все. Ну и что далее? А далее нужно решать. Тут выходит только снайпер. И снайпер особо никого не загонгает, увы. Так что тут... В принципе, снайпер идет на вторую, как более безопасную линию. Это стоит за Мискуку. Потому что активная способность его еще не работает. Которая, напоминаем, наносит 5 урона любому юниту на этой линии. Да, поэтому можно неплохо. Не проникающего, просто 5 урона. Можно неплохо так. Ну, кстати, 5 урона как раз только нужно по Тинкеру. И если сейчас Тинкер уйдет на этот же лайн, на второй, то это будет серьезный просчет. Серьезная проблема даже. Ну, есть Тинкера просто убьешь обилкой, и он сделать ничего не сможет. Но выходит Баунти Хантер, да, на следующий год. Баунти Хантер, если Баунти Хантер станет напротив крипа, но деплой замечательный. Выставка героев и... На второй линии проживет. Неплохое решение сейчас Владислава разыграть героев по трех линиям. Тогда у него есть возможность, допустим, на этой подавить Аглоди. А на второй и третий разыграть марш. Со второй марш на третью. И с третьей марш на первую, чтобы добить Мерсенали Экзайла. Так как одна золото, одна из золота, и Кумискуку, она не может никак его бафнуть. Ну да. Это, пожалуй, лучший вариант сейчас. Так что тут надо защищаться. Ну и что же. Придумает в конечном итоге. Ах, да, я забыл обновить название стрима. Сейчас все будет. Куплена Аквила у Севернейм. Очень интересный предмет. К сожалению, деплой крипов и героев не настолько хорош. Если бы по центру был герой, можно было бы Аквила задефать всю линию. Просто на изи. Ну, Аквила плюс Ласка, само собой. Достаточно редкий предмет, да. Его нужно было бы заролять в секрет-шопе. Ну и что же далее. Неааа. Значит, будет одевать эту Аквилу или нет. Да, жмем Аквилу в Дойце. А в артефакте она все еще есть. Я думаю, в данном случае вот этот крип, который выставлен в Мискуку, это у нас Stonehall Elite. Если противник, в котором стрелочка назначена, умирает, то он получает навсегда бонус плюс 2 урона и плюс 2 единицы здоровья. Поэтому имеет смысл выставить Аквилу от линии против крипа. Иначе он может нехило так разбафаться. И несмотря на то, что эти 2 юнита 4-4 маны, Аквилу плей эффектом нанесет 4 урона в Тауэр. Тем самым это будет лучший размен по вэлью для Владислава сейчас. Так как в любом случае марш-машин лучше разыграть со второй линии. Там больше нечего просто будет разыграть. Да, здесь другого варианта нет. Нельзя ему сейчас оставлять этого юнита в живых. Ну и есть смысл. Есть смысл поставить. На следующий ход, да, выйдет Баунти Хантер, выйдет Легионка, но при этом у тебя будет достаточно сильный лайн, но нет, телепорт. Теперь Акс уходит с этой линии. Сомнительное решение для Мисс Куку, потому что Сорлта бьет Ставар на 12. Ну, считает, что нас может защитить на потом. Но там останется 3 юнита и выходит Аглоди. Это честное удовольствие бороться с твоей стороны, мой конец. Юнита и нужно будет что-то придумывать. Кстати, Аглоди с этим крипом даже разменяется бесплатно из Аквилы, который дает 2 урона герою и 3 брони соседям этого героя, слева и справа. Поэтому сейчас эти крипчики будут серьезно помогать. А что здесь? Здесь у нас стрелочка. Ну, тут Ассасин Сомпрентьев. Нет, Снайпера нельзя отдавать никак. Никак абсолютно. Надо ставить Ассасин Сомпрентьев напротив Снайпера, тем самым заблокировав ему команд позицию, Бхан начнет бить крипа. Это и делает Мисс Ку-Ку. А здесь нужно откидывать марш на третью линию. По-моему, там у ПА меньше 2 хп. Да, там единица здоровья. Здесь марш машин это лучший вариант. Но проблема в том, что останется у Бх4 здоровье и Снайпера его убивает. Но марш машин это лучший ход. Отлично, разыгрывается марш. Это минус крип, это минус ПА. А здесь Снайпер выживет. И если будет инициатива, то в следующий ход он еще и убьет БхА. Так как своя активность по солнцу жетко дешится. Да, ничего не поделаешь с Сомпрентьев. Если бы только ассатинейт какой-то, но пока что будет шестая мана на следующий ход. И этого не хватит. Уже еще и Арон Фог. Еще просто 3 золота. Ну вообще 5-6 не так уж и много. А может быть ганг? Тем более Сорлос Аквиллой вообще без проблем разберется с этим Снайпером под гангом. Как вариант. Даже Снайпер с третьей линии может загангать по идее. Там сейчас умрет Фантомка. И угрозы особо не будет. Если только напротив крипа он стоит, что не очень приятно. Подожди, ганг? Ганг это в руках нет? А, ганг только у мисквикью. Да, не получится. А вообще можно прыгнуть даггером на вторую линию? Просто давить третью будет трудно без Сорл на третьей. А здесь на следующий ход марш и машина чистят. Ну погоди, даггер тоже у мисквикью. Поэтому прыгнуть... Да, да, да. Черно-черные колоды, много черных. Да, и в итоге машин можно откинуть еще куда-нибудь. И в идеале на первый лайн. Да. Чтобы добить как раз таки Мерсенарь Экзайл. Чтобы он больше не бафался. Ну, снайпер остается ждать. А билки откатываются. Если вдруг кто-то сюда придет, он сможет помочь. Ну и что еще? Блин, даггер. Тревер с клок. Ну и там 14 золота. В итоге деки на золоте как-то... Не работают на золоте. Не могут нафармить. Нету треков. Нету пейдэев. Акс идет на вторую линию. Но в принципе неплохое решение. Снайпер у тебя бьет БХ. Ты попушишь в трон. Как минимум 13 урона. Но еще и Фантом куда выходит. На первую линию тем временем мишкуку забивает. Что плохо. Ну а может ли она помешать? Может попробовать просто выиграть две остальные линии и все. Отправляются Акс на мид. Соло, мид, Акс. Ух. Вторую линию. Соло, там снайпер стоит. Снайпер. Снайпер. Да, снайпер шутит. И вот он пиков. Ага. И вот мы сейчас увидим пиков снайпера. Мы забыли про пиков. Да. Будет... А, подожди. Может... Тут крип блокирует литл. 14 урона по таверу блокирует крип. Больше? 16 урона по таверу? Потому что соло, то плюс 4 бьет тавера. Это пассивная способность. Ага. Так. Ну а что делать? Ты не можешь игнорировать возможность. Он бьет снайпера. Потому что если ты... Если ты не бьешь снайпера, он бесплатно забирает у тебя баунти хантера. И с этим ты не можешь. Нет. Нет, подожди. Просто обилка его убьет. Нет. А, пиков не дата инициатива, пардон. Пиков не дата инициатива, да. Не-не-не. Так не работает. И что, берсерк кол здесь ничего не делает. Стоп. А где еще один марш? Марш на первый, правильно? Марш на первый и на третий, да. То есть это еще 2 урона. 10. Надо найти 10 урона на первой линии. И можно будет скатерить на следующих. Здесь в итоге отдается дуэль. Ну и Акс пока все еще вне зоны доступа. Даже для фантомки. Ну и интересный момент. Можно дать пейдэй сейчас. Это будет сколько-то? 3-4 золота. Да. Не имеет смысла копить пейдэй ради крипа. Тем самым теряем ману на этом ходу. Это просто вы убили крипа, дали пейдэй. Вы получили лишние 2 золота. Ну то есть лишнее 1 золота. Угу. Еще раз меняется предметами. Опять, кстати, время поджимает у Сильвернейма. 17 секунд осталось. Ну а третьей линии... Ну надо просто оглоде против Легиона и все, и пас. Да. Третьей линии особо сделать ты ничего не будешь. Там много времени не потратится. И здесь просто пас и тоже пас. А Акс-то стоит плохо. У Акса 2 хп правильно осталось? Да. То есть это под пиков. И смотри, если сейчас дуэли нету, дуэли нету. Придется давать бирсер колл, чтобы через обилку не убил снайпер твоего баунти-хантера. Так, надо ставить оглоде. Надо ставить оглоде сейчас. Вначале оглоде, а потом обилку. Вначале надо блокировать уром по тавру, и он просто пасует. Потому что поджимает время и не успевает он сделать ничего, поэтому пасует. Может он захочет оставить оглоде на вторую линию? И там допушится. А вот теперь уже плохо. 37 золотых у Сильвера против 27 у мисс QQ. Мисс QQ не находит для себя. Мисс QQ не ловит рок. Найдет ли рок Сильвер? Так, типишка. 34. Сейчас посмотрим, да. Скорее всего найдет. Я думаю. Марши наносит урон и тавру, и юнитам на линии. Это сигнатурка тинкера. Так работает. Три заряда, два урона всем на линии, и два урона тавру. Но не проникающего. Поэтому если будет у кого-то броня, то это все контролируется. Отправляет тинкер в мид. Сейчас у тинкера на второй линии есть лазер. А значит он сможет кого-нибудь задизармить. И тогда... Нужен пиков. Нужен пиков или ганок. Нельзя давать... Эх, не вышло. Да, но нельзя... И голден тикет куплен у нас Владиславом. Неужели не смог найти, да ладно? Так, ну что ж. Вначале надо использовать голден тикет. И по инициативе тоже потерял. Ассоцинает. Неудачное решение. Берстеркер колл гораздо больше проблемы принесет, нежели куб дагра. Наверное, да. А почему не использовал голден тикет? Здесь там же инициатива была. Какая разница? Ну вот так. Ладно. Ладно. Решил, что пока придет не нужен. Здесь берстеркер колл, либо же даггеры на третьем. Ну, скорее всего, нет смысла в даггере на третьем. Там у тебя и регион, и там у тебя баунти хантер. Берстеркер колл тебе нужно устранять. Как можно больше урона отсюда. С другой стороны, если ты ничего не сделаешь, ты просто умрешь. Да, берстеркер колл. Ты бы тогда словил лазер, и все. И ты бы остался инициатива. Темп плей делать нельзя, ни в коем случае. Так, голден тикет. Не очень. Это... Ииии, нет. Плюс 4 хп. Минус армон. У этого предмета есть какая-то синергия в этой колоде. Если ты надеваешь его на героя, и прыгаешь на линию, где у тебя марш машин, то вместо 2 урона твой противник напротив твоего героя с этим предметом получит 4. Угу. Какое-то новое, Илью. Из-за марша машин, если этот герой останется в живых, потому что... Может, не хватит. Кстати, есть Редми Смол. И в итоге плюс 5 урона от тинкера все-таки залетает. И шансы доломать вторую линию есть. Выходит 2 черных героя в ответ на 1 черного со стороны. Подожди, тут надо терять инициативу и надеть даггер, к сожалению. Это может быть критичнее для Миску Кью. Потому что на второй... Просто ассоциальный... Ну ладно. В тинкера? Да, скорее всего. Не показали в кого. Да, в тинкера, логично. И осталось 4 секунды, но ему просто нужно пасовать сейчас. И время у него будет открыться. Редми Смол ломается марш машин. И башня также падает. Но! Теперь 2 башни по 40. И есть возможность защитить башню в миде. Без проблем. И башня на первой линии очевидна. Она в недосягаемости для Миску Кью. Делает то же самое, что мы видели вчера у других людей. Использование предметов и заклинаний с анимацией, чтобы у противника отнималось время. Ну, что происходит? Так что, блин, возможно, Владиславу надо... Даже не знаю, что. У него реально просто не хватает времени. Просто торопиться. Карта много, в артефакте приходится думать по трем линиям. А когда торопишься, то не успеваешь просто продумать все решения. Но еще есть шансы снести вторую линию. Есть у него Ассасинейта 2 в колоде. Есть 2 ганка. И 3-2 пик-оффа. Один пик-офф. Один пик-офф. Чтобы убить снайпера. Пик-офф уже потрачен. Ну, а еще один остался. А, все, тогда хорошо. Ну и что же он достанет сейчас у нас? Если он... О, Апофеоз Блэйд. Погоди, беди, релентлос персьют есть. Неплохо. Кстати, внезапно еще один код. 17-93-Ай. 17-93-Ай. Релентлос персьют может нанести 2 урона. Находи, кстати, Апофеозис Блэйд. Но... Поможет ли-то как-то урона не... Подожди, а если Апофеоз... Если Апофеоз Блэйд будет на Сторли, и она нанесет урон и релентлос персьютом, Апофеоз Блэйд сработает от этого? Погоди, нет. Не должно. Это же не батл дэмэдж. Батл дэмэдж это не том, поэтому релентлос персьют так не сработает. В итоге просто ждет. Инициатива за мисс QQ. И... Что можно здесь делать? Погоди, Рок не нашел Сильвер сейчас? Рок на... Нет, нет. Релиз Блэйд. Тут сразу минус скрип. Смотри, можно, можно сейчас одеть Рестл Эмбриэм. У... Будет минус мана. О, минус броня, точнее. И выстрелить. Да, но будет ганг. Будет ганг. А хватит и крипов. Апофеоз... Погоди, Апофеоз Блэйд 8 атаки дает. Там 4 секунды осталось у Сильвера. Тут ходит Рок. Рок все равно не хватает. Все равно есть урон. Просто скипать. Просто скипать ходы. 0 секунд. Зачем у нас поюз заклинания? Надо просто пасовать. Просто пасовать. Просто пасовать. Погоди, Апофеоз Блэйд. Ты уже выиграл. Просто пасуй. Да. Да, да, да. 0 секунд. Просто пасовать. Там 38 секунд еще у... Мисс Кью Кью. Так что у нее тоже время поджимает. И ганг. Крипа. Но это не помогает. Апофеоз Блэйд должен был быть на БХ. Да, но все равно 17 урона. Все равно не помогает. Просто скипать. Есть еще один ганг. Подожди, есть еще один ганг. Да, и вот теперь... Есть еще один ганг. Но время закончилось. Время. Время закончилось. И побеждает Мисс Кью Кью. Ну что ж, напряженная борьба была. Были все шансы у Сильвера. Но из-за времени не хватило. Не хватило времени, чтобы успеть посчитать. Да уж, обидно. Конечно же. О! Ничего не поделаешь. Артефакт жесткая игра. Наравне с спортивными шахматами. Так что, если время ваше заканчивается, то вы проигрываете. У вас есть время, в принципе, на игру. И после каждых игр по трём линиям, когда вы сыграли на каждой линии, перед шопфазом вам добавляется еще одна минута. Да. Ну и вот, реплей. Да. Если бы Сорла и Релент с Пурсидом переехали на эту линию, точно бы хватило урона. Да. Тоже как вариант. То есть, ему можно было перекинуть, одеть блейд на любого, кто не заблокирован, и просто скипать дальше. То есть... Варианты были. Но это пока только первая игра. Сейчас будет вторая. Где шанс есть. А ну, умирает БХА. У Владислава что-то плохо. Но зато в этот раз у меня в Сатурке зашел трек. И Хипфайр. Очень хорошие карты против колоды Мискуку, чтобы добивать. Чтобы перехватывать инициативу. И фарм зол... И выпало Дженада! Теперь можно смело кидать трек. Отлично! 15 золота со старта уже. Плюс одна от крипа 16. Уже есть вариант чуть-чуть пожадничать и вытащить Рог. Рог на третий ход выигрывает игру, блин, я не знаю, может быть, в 80%. Ни разу. Я помню, у меня была колода в драфте через золото. С Рогом. 5-0. Да, то есть тут... Ну, ответов практически нет. Только слей. Но слейов, насколько я знаю, нету в колоде. А у Мисс Кюкю, кстати, есть слей? Слея нету в колоде у Сильвернейма вообще. У Сильвернейма точно. Но... А у Мисс Кюкю? Тоже нет слея. Люди с хорнами не держат слей в руке. Бывает. Просто для удачки. Просто для удачки. Ну что ж. 17 золота у нас у Владислава. Ситуация хорошая. Несмотря на то, что он потерял героя на второй линии. Но это был обмен. Сорла притом сейчас пойдет на вторую, если, то понимает Мисс Куку, читает это и посылает легиона на вторую. Так как если Сорла придет на вторую бесплатно, с двумя, с тремя крипами, со салп ладами в руках потенциальными, это... 6, 12, 12, 14, плюс 12, 26 урона. Боже, реально трудно считать. А уж когда время поджимает, еще и турнир, это еще труднее. Неприятный момент, но сейчас нужно как-то сохранить инициативу. Но с другой стороны, даже если ты сохраняешь инициативу, ты никак не убьешь легионку, чтобы помешать ей кинуть дуэль. Если легион кидают дуэль... Ганг с этой линии и хипфайр на второй. Но дуэль все равно убьет. Подожди, а Сильвернейм потратил деньги, он купил Portion of Knowledge и Pochen Knife... Может быть неплохим предметом в этом колоде, он увеличивает получаемость золота на той линии, где есть герои с этим предметом, практически в два раза. То есть, если вы убили крипа, вы получаете не одно золото, а два, а если героя не пять, а десять. Но если там трек, то все равно вы получите не тридцать, как можно было подумать, а двадцать. Да, приятно. Ну и что, с одной лестницей пролетели, здесь дуэль все равно должна быть. Потому что нет дуэли, да? Нет. Мисс Куку по факту отдает сейчас этот тавр, не тратит дуэль. После дуэля она бы выживала и, видимо, что-то другое запланировала. Возможно, дуэль здесь хочет, фантом. Ну нет, да, здесь просто смотри, один с урона в тавр, так что можно снести эту линию побыстрее, а второй отдать. А потом может быть борьба за первую, но для Мисс Куку эта борьба может быть плохой. У нее-то есть красные герои, а следом с ней будут идти красные карты. А красных героев на первую нет и пока не предвидится без дайгера. Ну может дайгер сейчас заролить, как бы 21 яйница золота. Может неплохо прокрутить колоду предметов. Добрать и пока нет, Assassin's Vale, это не то. И думаю, это насчет даже Potion of Knowledge сейчас нужно, чтобы больше карт было в руке. Нет, нет, и Рок. Ну и что, выходит два черных героя от Сильвер Нейма на первую линию. Здесь же выходит Фантом Ассасин и Снайпер. И хочет защитить... Нет, не хочет, все хорошо. Первая линия. Сейчас узнаем. Ну да, полностью отдает мне сколько вторую линию, но у Сильвер в руках есть Payday сейчас. Есть Hipfire. Нельзя рисковать, скорее всего. Скорее всего придется Payday использовать прямо вот сейчас. А, нет, потрачено золото. Потрачено золото, куплены часики. Неплохой предмет для покупки времени. Лочит все карты, которые он берет до тех пор, пока у вас есть герой с часиками на любой линии, на один ход. То есть в следующем ходу, когда Мисс Куку возьмет карту, она будет не активна на один ход. Да, ее нельзя будет разыгрывать. И если он даже добирать сейчас будет с помощью какого-либо добора, то есть Мэш Дефенсус, допустим, условный, то эта карта нельзя будет разыгрывать. Поэтому все хорошо. Значит, здесь полученный найф одевается. И вот та самая ситуация, где сейчас он за снайпера может получить 10 золотых, плюс за Крепа еще 2. Так что давайте посмотрим, что сможет придумать. Есть ганг, конечно. Можно загангать снайпера. Урона при этом хватает. И Мисс Кью Кью это и делает. Ну да, был некий оверкоммит в этого снайпера. Часики плюс нож. Теперь хорошая вэлью получает Мисс Кью за это. Так что герой с двумя предметами. Больше предмет в руке у Владислава нету. Ну да. Можно, конечно, сейчас откинуть хипфайр, но тогда... Да, тогда оденется Треволис Клок или даже вообще с телепорта уйдет. Ну нет, здесь надо бороться за первую линию. Тогда он уже на Треволис Клок и... В бой. На первой линии. Там еще потом придет Баунти Хантер. Но там выходит Тинкер, и это у нас уже шестая манна. У Тинкера его способность активна, не так ли? Да. Лазер уже будет активирован. Плюс марш машины есть, которую можно откинуть на первую, примитивно убить ПА. 4 ХП будет у снайпера. То есть он умрет еще от хипфайра, если сейчас снайпера не подхилить. Прочитает ли Мишкуку эту возможность? Ну сейчас смотри, хочет все-таки убийц. Минус БХ. Да. Но Снайт Профит... В Тавр урона сейчас мало. Маловато. В Тавр мало урона, да. И потом выходит Тинкер, который в потенциале может ваншотнуть снайпера. И с... А, тут 2 урона не хватает, кстати. Придет ставить крипа, нельзя будет откинуть марш. А там смеш-дефенсус, и урона сразу станет гораздо меньше. Даже если он крип поставит. Да, но... Тут надо решать сейчас. Если ты откидываешь марш... Откидывается марш, значит Тинкер выйдет сюда с хипфайром. А, кстати, хипфайр. Хипфайр отдали. Хипфайр отдали фантомку, чтобы ее крип добил. Ну, здесь отлетает смеш-дефенсус, и... Что мы доберем? Это Ассасинс Аппrentис. Неплохо, но разогнать здесь не получится. В итоге вышка пока что стоит. И, что самое интересное, вышка здесь тоже стоит. Если не потратится Stonehold Elite, не потратится инициатива. Но... Кинг-Кинг без проблем ее тратит. Хм. Так что здесь вышка падает, и теперь осталось найти способ выиграть первую. Выходит БХ. БХ выходит под снайпера. Еще один хипфайр мог бы очень много помочь. Ты добиваешь снайпера, и у тебя остается инициатива на лазер в БХ, чтобы не умереть от ганка. Но это шестая манна, есть уже Куб Дагра, у Миску Ку. Две. Две. Обычно они обмениваются. Обычно она сбрасывается в другой. И... Можешь думать, опять у нас... С вами ничего не позакупаешь. Можно Red Miss Molo. Вот думать сейчас насчет Red Miss Molo даже. Потому что очень полезная карта. Там 5 осадного урона. Может быть важным, но нет. Ну, под дизерном она не работает, поэтому смысла от нее сейчас не будет. Тоже верно. Выходит снайпер. Ой, выходит тинкер. Ну, короче, если будет хипфайр, то ситуация идеальная для Владислава. Я могу сказать даже так. Это будет топ-дек для Владислава. А у него сколько хипфайр? Два или три. По-моему, даже три. Так, ну это Payday Assassination. Три хипфайра, но не выпало. Хорошо. Что делать? Трать кубда грув БХА, а потом лазер снайпера. Но нет, если подрасти кубда грув БХА, то ты получишь кубда грув тинкера. Поэтому вначале идет лазер, а сейчас будет тогда снайпер. снайпер. В этого и кубда граф ПА. Но есть, подожди, есть тоже кубда граф снайпера. Но это не поможет. Опять же, кубда граф снайпера. Почему не поможет? Разыграно. Два черных героя. В текущей ситуации. Минус урон в тавер. Да, это минус урон в тавер. БХА заблокирован, поэтому можно потерпеть. БХА заблокирован, БХА задизармлен, так что крип напротив него выживет. Ну и в ответ, что же будет делать сейчас Мисс Кинг Кинг? У нее 20 золотых. 20 золотых. Еще один герой, это 25. Как раз таки не хватает. Может на другую линию кого-то найдет у нее? Ну нет, дуэли у нее нет. И в итоге да, кубда грейс. Но потерял он крипа. Потерял он крипа. Не потерял берсеркер кол. Не потерял вторую кубда граф и не потерял ганг. Так что очень отличная вэли, по факту. Да, ну и выходит Фантом Ассасин у него еще на следующий ход. Так что, есть шансы пожиться. Ну и плюс он, точнее она Мисс Кинг Кинг приоделась на ХП для БХ, так что он еще ход протянет на первой линии. Кстати, смотри, 2 ПД и 2 в 32 золота. Дуэли-то нет. А с нейти это тоже нечем. Есть вариант это потратить. Конечно, можно поставить крипа, который наносит 3 урона в тавер. Но нужно ли это сейчас? Хотя да, если ты не ставишь крипа справа от Сорлы, то у тебя Сорлы с легиона после такого фазы поднимут друг к другу и Берсеркер колл уже накажет ее. Ну, там крип. Но хочется 2 ПД, конечно же. Да, будет 2 ПД, потому что Рок может закончить игру на первой линии. Ну да, да, это вариант. Пожалуй, может помочь по столь, который Рок вытащит, потому что еще много предметов, которые могут помешать. Но по-моему, раз 2 предмета из Секрет Шоба покупал Владислав и 2 из лавки своей, правильно я говорю? Или часики у него в своей колоде? Сейчас проверим. Часики у него в своей колоде должны быть. Часики в своей колоде, значит, тут же Телепорт, Акс уходит с выигранной линии и перемешивается на другие позиции. Тут же Блиндаггеры бонусом появляются. Да, и Рок уже поздно, поэтому хилка. И дальше в бой. Что же у Сильвернейма по героям? У Сильвернейма выходят 2 героя, Баунти Хантер и Снайпер тоже их нужно. Но не был поставлен Крип на второй линии, тем более еще и Мили Крип засыпавнил свою миску Куку, поэтому по факту вторая линия с 4 хп все еще живет. Марш машин нужен туда как-то откинуть, но марш машин пока в руках нет. Марш машин был бы приятно, да. Ой-ой-ой, какое сейчас плохое расположение может произойти. Нет, повезло, повезло, БХ не встал напротив Акса, а то бы выдать Берсеркер Коу сразу на 2 комбат-позиции плюс-минус БХ. Да, инициатива также есть за Сильвернеймом, поэтому он сейчас может убить Баунти Хантера. В смысле, ПА, Фантомку. Может Фантомку через Ассистинейт, кстати. А, ты хочешь вначале стрельнуть в БХ, а уже потом Ассистинейт? Да, два черных героя, ты должен разыгрывать в начале активные способности и уже потом разыгрывать карты. Да, так таким образом ты вырубишь двух героев, но останется все равно Акс, а Акс бьет в крипа, поэтому тебя это устраивает. Но сначала Ассистинейт... Ну, выбирает он вначале. А есть Фласка у Ку-Ку? Фласка у Ку-Ку? Да, у нее есть фулл-хилл. Ну, что ж, в этом случае это была ошибка, вначале стоило стрелять в БХ и потом Ассистинейт использовать. Да, здесь можно было это предотвратить. нет разницы, в том случае на Фантомку был найден плащ, так что на Фантомке уже есть плащ. есть плащ. По-моему, есть. А сколько у нее хп было? Она уже получила... Ну, тогда была бы выхилена Фантомка, без разницы. А тебе, наверное, лучше, чтобы... Ну, хотя... Нет, лучше бы умерла Фантомка, у БХ даже надо не прокнул в этом ходу. Да, но может прокнуть на следующий ход, и это лишние 4 урона в вышку. Но, с другой стороны, Акс и БХ смотрят в одного крипа, а тут ты еще крипа ставишь тем, что убил Фантомку. Так что неплохой, неплохой ход от Владислава. И смотри, сейчас... Упает время себе. Сейчас тогда он сабилки может убить крипа напротив себя, и еще плюс 5 урона добавить. Плюс 7 урона. Плюс 7 урона, да. А может переодеть Апофеоз Блэйд, кстати. Переодеть Апофеоз Блэйд, и это будет плюс еще 6 урона. Дополнительно к текущим нажатия Плюс Блэйд, сломать АРНФО Голдмайн, и теперь против снайпера ты не заходишь ни ганкать, ни драться, ни дуэлиться. Берсер Коул тоже не хотел запрожиматься. Да, любая из этих обилок, которая способна иску забрать, кроме Куб Дагре, она... Потому что надо одевать Плюс Блэйд на снайпера, мне кажется. Да, это 8 урона. Ну, то есть, как бы, вышли отца 2, добавится 6. Что у нас произошло? Берсер Блинк Даггер одевает Акс и попытается, возможно, уйти отсюда. Вот, Апофеозис Блэйд и минус 15 по вышке. Какой же это жесткий предмет, а? Первый раз вижу в игре, наверное, в этот турнир, да? Да, первый раз. Но он был в той игре надет, но там, типа, по пасам проигралось. Ну, да. Так, это ломается. О, потрясающая анимация. Ну, еще бы, 25 золотых стоит предмет. Можно было и придумать анимацию по интересу. 12 урона осталось нанести. Здесь вышка никак не падает, но есть Аглодий Вандал, и если не убьет, он не убивает. Просто ставишь шаг, все, ставишь Аглодий и второй лайн выигран. Да, совершенно. Можно забыть о нем и прыгать первой. Найс, отлично. Вот, кстати, а как мы пропустили такой топдек, ребята? Это же топдек. Да, но там была война такая на первой линии, что про второй мы немного забыли. И здесь есть телепорт, и там есть телепорт. И в итоге все хорошо. Пока что. Выберла за первую линию. Берсеркер, коллакса, ты не используешь которого снайпера. Ну, только, конечно, не заспалить против трогера. В этом случае все равно. Инициатива у нас за мишку. Ну да. Доминатор, блин, вот это интересно, прикинь. Она покупает доминатор. Для тех, кто не знает, доминатором можно раз в два хода любого вражеского крипа забрать в себя. Если ты используешь ирок, а потом видишь у противника доминатор, ты просто встаешь. Как и в доте, да, можно увести крипа себе. Ну, в общем, переманивает к тебе на сторону и... Супер неудачное расположение, конечно, героев. А могло быть другое разве? Нужно было, чтобы сорла была вместо тинкера, типа, потому что... А, да, тут... Сейчас от Берсеркола просто умирают все, кроме снайпера. Снайпер живет и это уже хорошо. Ага. Четыре осады идет. Есть пиков еще. Есть также еще один Аглодзе. Пиков снайпера? Угу. Это хороший вариант. Сейчас. Но тут идет ганг. Ганг. Вау. Интересно. Жертвует собой и в итоге сейчас Берсеркол, если бы был, то он бы мог защитить героев. Берсеркола уже не будет, но сейчас смотри. Пиков снайпера освободит 7 урона. Так. Что хватает для Литтла. И потом еще Аглодзе. Ну ладно, Кап Дегра. И это Литтал по вышке? Ну, тут есть крип вообще-то в Сорлу и все. А там есть крип еще плюс 3 урона? Нет, он станет свободной комбат-позицию. А, там только на Легионку. Надо было пиков и Аглодзе. Ага. Ага. В любом случае Сорла же была свободная. Просто так ты 6 урона в Тавр освобождаешь, а пиков по снайперу 7 урона освобождаешь от Тинкера. И плюс у тебя была бы еще мана на Аглодзе для того, чтобы наносить 4 урона в Тавр. И потом бы у тебя был активный лазер, на следующий ход ты бы смог его применить. Добирается карта, приходит Айринфо Голдмайн, но здесь он уже не делает. одевается еще Доминатор и теперь можно переманить и залучить еще одну комбат-позицию и в итоге в Тавр вообще не будет урона. Здесь одевается Рингов Тараск в итоге поживет какое-то время, но конечно остается интересно, вот переманивается 2 урона в вышку плюсом Ну что так же выходит еще скрип пытается Фантом как-то задавить но урона по ней всего не хватает тут же еще и Треволер Склок Ну и в итоге хилится Окей там дальше 2 неинтересные линии скрипы размениваются потихоньку и активируется сейчас Берсер кол на первый лайн и вариантов на установку не так уж и много 14 золотых нельзя купить Рок также не может купить Рок Silver Name и беда Ну что же далее какой-то фантомка навстречу приключениям но нет тинкера нет возможности задизармить велосперсют и ганг но ганг не убивает ганг убивает кстати подожди 2 пиков 2 пиков и инициатива за кем можно можно просто сломать двух крипов а можно сломать крипа против сорвы инициатива была за мисс кинг и она на дело фэйзи ей надо поменяться местами с крипом чтобы потом он использует berserker cold поэтому нужен пиков этого крипа отлично решает Валислава читает игру и сейчас аглоди заканчивает эту игру ну вот это вот это кстати теперь без сергер кола не будет плюс пиков и все равно плюс 6 урона вышка но мир сценарий экзайл идет в ответ там клеймор бронзовый легионер там клеймор на па можно надеть это даст еще 8 урона на и в следующем ходу можно просто пытать аглоди и сломать его придется все и крипа отдавать против фантом придется вариантов других нет а8 на подхил два героя пока живут но урон не наносится и это беда напряженная борьба за топ линию у нас происходит странно что никто из противника не попробовал сходить на другую просто опушить рон допустим на третьей линии в миску ку-ку 56 осталось урон не найти но она будет опа там 9 золота 4 плюс 4 не хватает пока что 8 свап тебе не поможет ты никого из героев не вырубаешь всего лишь сколько там 10 урона есть при 11 здоровье но можно свапнуться под будущий берсерк кол но ты так же хотя под будущий берсерк кол если будет инициатива но теперь плюс 8 атаки и легионка погибнет и и даже не выхилишь штат ее не выхилишь у нее всего 12 хп максимум а там слишком много урона минус 14 слушай а вот это было критичное решение зачем зачем было пытаться это делать она смотри что хотела сделать она хотела сапнаться сейчас в комбат фазу нанести урон и понадобиться на берсер кол на следующий чтобы зачистить несколько героев но там было много урона в тавры так пожадничала тем более герой был и можно было послать что акса и просто через берсер кол зачистить линию а третью спушить потому что там 46 хп крипы делают свое грязное дело 9 атаки у акса если бы она не свапалась там урона могло не хватить через берсер кол а сейчас хватает так легионка бы выживала нет если бы крип ударил фантом она бы выживала после берсер кол атакса но акс стоит на другую позицию инициатива за сильвер нем он может просто задизармить так у нас уже есть 6 урона которые ничем не заблокировать в руке просто на всякий случай сразу дизарм дизар паксу красиво красиво правда сейчас будет снайпер в па будет снайпер в па потом можно а нужно ли в па да снайпер в па окей да плюс 5 урон там 11 хп на тавере тоже надо ловить урон здесь ты никого кстати погоди ты сейчас можешь выстрелить в крипа напротив да и это будет уже 13 урона вышку и оглодий заканчивает а если а нечем закрыть нечем закрыть крип залочен крип залочен в итоге давай еще посчитаем берсерк колл нет фласка нет рендли спустит нет колл майн да да походу это победа сервера 1-1 нас ребят да оглоде просто поставишь и все а может ли свести в ничью нет нет это просто такой релакс плей ну погоди берсерк колл погоди берсерк колл а он все дизарм дизарм так какая разница даже если бы он убил все равно урон то снайпер наносит так нет смотри если бы он убил у него бы добавилось 15 урона повышки это была бы ничья ааа ну тут есть крип астаси с апрентис так что айманы дофигища это да так что победка сейчас за сельвером хорошо значит мы будем смотреть третью игру интересно да это 1-1 после такой второй игры ну а третье ожидание не меньше и победный ход для сельвера макет макет владислав макет ну вот как бы легчайшая победа только не бэм ну пожалуйста только не бэм спасибо большое спасибо ну он мог два аэрофа голдмайна выставить всегда всегда люблю когда люди не бэмят прям благодарят я думаю я думаю сельвернэйм один из тех кто понимает насколько обиден бэм против него постоянно бэмят и стрим снайпят и стрим снайпят очевидно да думаю мишку куку могла выиграть эту игру если бы не пожадничала и попробовала отправить нового черного героя на третью линию до пушки пораньше пока еще на первой линии было много хп в тару там ты видишь апофеоз блэйд когда ты видишь апофеоз блэйд даже до того как ты видишь его сам ты видишь что оппонент потратил 25 золота на какой-то предмет и ты боишься рога это верно так что здесь действительно ситуация неплохая сложилась ну что ж третья игра начнется уже в ближайшее пару мгновений я надеюсь ну и мы узнаем удастся ли если сейчас сельвернэйм побеждает то он дальше будет сражаться снова с лотаром так что вопрос какие-то с микрофоном если какие-то проблемы с микрофоном есть пусть модераторы отпишут мне влс но пока смотрим третья игра вот он промокод 37 4 игрок 37 4 игрок 1 ну и дуэлька сразу уже заходит не дает ни шанса здесь этой фантомке раскрыться ну против тинькинкеров они там разменяются и скорее всего нечем если они направят друг друга то предотвратить это абсолютно нечем спрашивают что за промокоды промокоды вводите на сайте веплей и участвуйте благодаря этому в розыгрыше девайсов от рейзер так что все в ваших руках получите какие-то клевые штуки можно кстати через релэнд на спирсьют уйти с этой линии мисс кинг кинг сейчас но зачем зачем а нет мисс кинг кинг понял но у нее по идее зачем наоборот ей нужно убивать героя ей нужно убивать жадничать и она покупает фласку как же как же она вообще не жадничает удивляюсь я вот так не умею ну не знаю могу проиграть игру потому что хочу разыграть два пд и получить больше так голды может транжира просто типа проигрывать с двумя рогами в руке не так обидно да может быть ну и что же с орлом куда же на нижнюю линию отправляют с орлом ну понимают что на первой линии вариант только против фантомки встать на второй напротив крипа или напротив акса и на третьей больше всего шансов и с орла с орла бьет вышку отлично кстати да фласку уже купил селлернейм мисс кин кин как раз таки ничего не купила 11 золота как было так и осталось все четко ну и здесь крипы друг с другом размениваются кстати вот баунти хантер неудачно бьет не в вышку и понеслась первый пейдей 24 золотых и сейчас забрав двух крипов она получит 25 ну 26 26 как бы но 25 ей нужно чтобы получить рок рок это не даггер рок вначале ловить трудно не раз этим сталкивался сейчас узнаем насколько профессионально получится это сделать скиллуха тащи да нужно подрубить всю скиллуху в жизни крипов нету но есть ассалт ладеры и вот смотри на третьей у тебя красный герой решнешь что ты поставит ладеры под красного героя зная что в колоде противника есть смеш с дефенсис но слишком дорого это может вообще тебе ничего не дать сейчас тебе нужно хотя бы раз ударить чтобы хоть как-то купить в итоге здесь неплохой размин весьма и теперь если на следующий ход придут марш машин для silver name он выставит черного героя на первую линию оттуда он сможет убить фантомку заранее но нужно добрать где-то этот марш машин а или вот даже так через релентал с персюд хочет разобраться и уйти с этой линии красиво красиво только вначале можно ладера на ту линию откинуть а уже потом да но ты можешь бояться дуэля это тоже хотя миску куклу вроде как посанула инициатива то у нее была тоже боишься но возможно развод на действие но вариант был неплохой сначала лестницы потом кидаешь персюд и в итоге у тебя два героя смотрю за рукой мисс куклу найдет ли она рок или нет рок на третий ход это очень сильно у нее есть один соевовый слот 29 золотых суммарно она может закупить себе треволь склок и хватит еще на рок но у нее есть дорогие предметы в колоде на это да дайгеры есть мечи у нее есть молот ассасин свэйл дайгеры так что сейчас узнаем нет не нашла купила только треволь склок и сохранила деньги на слюше пусть так здесь не сам удачный высад кому с другой стороны удачей могут было только если бы встал фантом к уже трек а есть клазурин хаурглаз который может помочь пережить тинкерой этот ход надо использовать потому что на 2 манны ганка не будет на ганга не будет но в итоге тратится сначала ганг убивается акс чтобы наверняка и тогда можно клазурин надеть на фантом муку у него суммарно получится побольше здоровья ха-ха-ха понял понял Владислав свою ошибку то есть да он давал 4 здоровья это все равно убивало снайпера но окей что здесь здесь 19 урона можно добавить оглоде это даст тебе необходимый урон но одевается iron fog окей ну а south ladder все равно бы не сломали tower там бы осталось сколько плюс 4 просто оглоде кидаешь и все а оглоде ломал оглоде ломал но этот tower и так твой а вот оглоде как бы это не смешно звучало непарадоксально это черный финишер в прошлый раз да да в прошлый раз оглоде как раз таки помог у тебя самые 4 урона и в целом действительно есть смысл его сохранить ну подождем подождем посмотрим здесь реланд ласперсю также применяется на грипа хитро но теперь инициатива за сервер он может дать лазер зачем там куб дегра сразу ну кстати да можно куб дегрэй куб дегрэй а уже потом лазер снайпер а подожди надо куб дегру снайпера а куды грас я специально зашел в транслейт google транслейт и послушал как это произносится теперь переучивается черт возьми это французский да да это французский куды грейс окей куды грас куды грас понятно ульта фантомки короче ну да понял тебя если ты разыграл куб деграсс то ты большой молодец ну да хорошо блин ну короче тратить тратить надо снайпера тратить надо снайпера у него обилка да обилку нужно сейвить подожди хипфайр плюс лазер тоже убивает снайпера и заодно сохраняет тебе сигнатурочку в па на следующий ход ой марш неприятно марш это плохо да ну тут есть лазер еще в ответ правда также может заселить ганг и никого лазера не будет и беда ну что ж да ганг и на одном хп выживает здесь кстати а можно надеть мушкет и просто наказать эту па да это лучший вариант ну вначале он выхилит на возможность не знаю чего ну просто выхилит потому что лишним хп не будет да хпшечка ценный ресурс и что же сейчас фантомка также погибает выходит кстати снайпер на следующий ход у снайпера обилка по-моему активно ну и хочет забрать отсюда баунти хантер его просто дополнительно два урона ищет плюс урон чтобы как раз 16 осталось выходит у него акс с 7 уронами и есть в руках уже берсеркер кол так что плюс крип и минус тавар ну что ж пусть будет так а здесь что здесь пока ничего не сделать героев то самое обидное не увести но можно кинуть с аутладдерс но тогда инициатива и так за за кин-кинг поэтому если бы что-то изменил а может в трон бахнуть опять сколько здесь 25 ну нет бахать в трон без дисайпла в колоде без клятвы в колоде это не очень ну это да с этим тоже ничего не придумаешь особо хорошего а здесь то крип блокирует 8 рона дай дай ему здоровье крипу ну да третья линия все еще живет и она пока что живет еще и два хода это улучшение было использовано в начале игры которая дает плюс 3 золота каждый ход на этой линии после комбат фазы на iron for gold mine очень приятная вещь ты пассивный как минимум на стандартный на базовый предмет ты зарабатываешь какой-то клок на фласку на меч на бродсворд это да нашла хорн мишкуку вижу вон он виднеется опа вот это заявка сейчас секундочку секундочку надо надо найти найти вариант и не выпадает и не выпадает не выпадает минус снайпер само собой да уже и без рога можно выигрывать просто легионером у вас в ответ у вас сидят в ответ соседней также убирает 13 урона ну и сейчас справится рог рог легионер хотя рог может заролиться в крипа крипа да или в фантомку но 16 6 урона все еще нанесет так что этого не стоит недооценивать 6 урона лазер лазер же не дали использовать правильно то есть лазер активен да можно будет задезармить этого крипа ну что легионер от этого и все и ну погоди у нас проходит погоди там там нужно еще вторую линию снести ну так третью а ну да там миллиард урона да подожди нет стоп не что там блиндагер акса тут еще манны нет какой манны нет манны чтобы донести до конца а в следующий ход ты даешь дизарм в тандер хай пак тавар то стоит пока да тавар то стоит 2 хп но стоит и есть дизарм на следующий ход хорошо здесь если бы поставил осадной лестнице ход назад было бы уже гораздо больше урона ну ладно а теперь надо хипфайр своего крипа нельзя жадничать надо хипфайр своего крипа чтобы задизарм необходимо ну тогда ну как я понимаю чтобы задизармить на следующий ход нужна инициатива поэтому да для чего угодно нужна инициатива нельзя просто надо надо хипфайр своего крипа инициатива необходимо и не делает он этого окей но видимо решил что ему хватит ресурсов ну что ж падает нижняя линия и битва за первую дизарм конечно может сейчас сдать инициатива за ним ну что ж я думаю что немножко зарешало конечно рандом два крипа у мискуку пошли на третью а у владислава ни одного единственным плюсом можно сказать что теперь-то у владислава есть инициатива из-за того что мискуку должна была поставить легионера но но что делать на этой линии против трех героев нужен дизайн дизайров тандер хайд пак по-любому да надо искать варианты убить их у тебя есть хипфаер ты можешь через два хипфаера убить например акса чтобы не было берсерк кола потом задизармить тандер хайд пак он сначала задизармил потому что если бы он делал что-то ну как он мог убить снайпера капдегра у него нет он мог убить через хипфаеры через два хипфаера да ну нет но там не важно ты убиваешь снайпера получаешь берсеркер кол ты убиваешь акса и получаешь а подожди ты убиваешь акса получаешь снайпером своего тинкер пять урона ну тандер хайд пак то задизармлен короче можно было вытянуть и выиграть это сейчас да давай сейчас откручу короче можно было два хипфаера